как поздравить человека с рождением ребенка с окончанием школы или университета ну или например с новым приобретением и все знаем здесь главное без зависти да вот как выразить сочувствие этот вопрос сложнее сегодня разберемся в этом вопросе вместе с надеждой фалисеевой психолог коуч гипно терапевт сейчас на связи из москвы с нашей студии здравствуйте да добрый день здравствуйте надежда вопрос такой вот пример у человека горе и как в этом случае лучше всего начать разговор ну во-первых сказать что проявить именно сочувствие как бы сказать об этом словами то есть ну как бы я понимаю что сейчас тяжелый период я тебе очень соболезную я сочувствую как бы возможно я могу чем-то помочь и здесь на самом деле вот ключевая как бы вот эта связка когда вы сначала присоединяйтесь к чувствам вы понимаете что что-то происходит вы как бы но выражаете это понимание а следующий ваша как бы связка должна быть если у человека запрос на то что ему нужна какая-то помощь может быть в реально можете помочь я слышала такое мнение что вот если предлагаешь помощь в такой ситуации когда человек в горе то нужно предлагать какие-то конкретные вещи потому что если вы расплывчато говорить это ему переключиться и подумать о вас да еще что вам что вас попросите когда это сделать достаточно сложно так лет и даже если человек говорит реально вот я хотела как рассказать что скорее всего вам человек в таком состоянии ответит нет мне вообще ничего не нужно помощь не нужно все вот так вот до следующий шаг это как бы ну прямо в детали уходить послушай может быть я могу быть полезен вот это я знаю вот есть вот это я знаю есть вот то я могу сделать вот это для тебя да вот в такую конкретику это очень важно прямо ну как бы это прямо поможет человеку как это по это человек человеку дает понять что вы присоединять что вы в теме действительно что вам интересно посочувствовать как-то вовлечься в этот вопрос надежда все-таки эльдар спросил как начать разговор есть какие-то определенные слова вот мы встречаемся г здравствуй и знаю что этот человек например да потерял близкого вот что нужно сказать как ты самое главное слова это просто иначе разговор да как ты как вы ну соответственно вообще как ты я знаю что тяжелое но например если вы действительно об этом знаете то как бы ну я можно прямо со слов я знаю что вот это произошло как ты как вы это самое главное но по сути чек отсылает как бы к его чувства он что-то ответит дальше вы присоединяйтесь к его чувству и крития понимаю да это тяжело и дальше как бы но уже связка на помощь нужна ли помощь, и, может быть, я могу именно вот в этом помочь. Надежда, стоит ли говорить, что вы понимаете, как это, что у вас, ну, допустим, данная ситуация уже была? Я думаю, что совсем не обязательно, потому что, ну, на самом деле, как бы, с одной стороны, опыт ваш может быть человеку не так интересен, может быть, на самом деле, для продолжения разговора потом, про помощь, если вы там, ну, как бы, про помощь пойдет разговор, вы можете сказать, вот я как бы, ну, делал вот это, я знаю вот об этом, но, по сути, здесь, может быть, человек в таком тяжелом состоянии часто может подумать, что вы пытаетесь его проблему обесценить вот своей историей, ну, типа, у меня вот было сложно, а вот у тебя, ну, как бы так, или что-то подобное, просто сложно спрогнозировать, как человек это воспримет, может быть, ну, как бы, болезненно, поэтому, ну, я бы вообще вот такие личные истории здесь попридержала и на опыт личный бы не ссылалась. Можно ли обойтись без слов? Ну, если это близкий человек, то, ну, как бы, да, после «как ты» достаточно, ну, может быть, действительно тактильного контакта, обняться, и ну, дальше, может быть, уже будет понятно, что там происходит и что нужно. То есть, да, без слов можно. Если вы достаточно близки, то можно. Если даже вы недостаточно близки, как бы, ну, мы можем там протянуть руку, как бы, или хотя бы, ну, взять человека за ладонь, да, вот подержать, например, это допустимо. Поэтому, ну, как бы, в рамках даже силового общения, если вы знаете, что у человека что-то случилось, так можно сделать, взять за руку, подержать. Надежда, а почему вот мы стараемся избегать общения вот с людьми, у которых что-то произошло? Это что, недостаток воспитания или наше вот неумение? То есть, в чём вообще, собственно, проблема? Я думаю, в страхе. Ну, по сути, в страхе, потому что нам страшно, страшно соприкасаться, как бы, с неприятным, страшно соприкасаться с горем обычным, ну, и вообще нам, людям, всем свойственно, как будто бы это на себя проецировать, что если у другого человека случилось, там, ну, вот нам страшно говорить про тяжёлые болезни, неприятные, как бы, вы наверняка сами на себе все вот чувствовали, что если у другого человека это есть, вот, как бы, про его тяжёлые болезни прям тяжело говорить. Это про наш страх, потому что, ну, реально нам страшно, мы даже неосознанно начинаем это на себя проецировать, примерять, как будто это произошло с нами, а как бы мы поступили, если бы в этой ситуации, естественно, нам страшно. И вот в этом страхе нам некомфортно. Я думаю, что это со страхом, в первую очередь, связано. Ну что ж, если подводить итоги, то что самое главное? Самое главное в встрече человека – спросить, как он. Может быть, поддержать его даже, обнять. Ну и общение только в меру. Не давать никаких советов. И самое главное – предложить помощь. И желательно предложить конкретную помощь. Конкретно то, чем вы можете помочь. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Надежда, за рекомендации. Надеемся, что еще не одна встреча у нас с вами будет. Всего хорошего. Берегите себя. Будьте здоровы, самое главное. Передаем вам немножечко весны с Приднестровья в Москву. Спасибо большое. Да, а то у нас совсем холодно еще. Всего доброго. Ну а мы едем дальше, причем на двухколесном транспорте. Анета Шаповаленко решила узнать, как живется велосипедистом в общем транспортном потоке. Не обижает ли кто? Смотрим сюжет.